Малыш появляется на свет благодаря обоим родителям, и генов у него поровну и от того, и от другого. Однако кое в чем папы оказались влиятельнее. От здоровья будущей мамы и ее генетики очень многое зависит. Мы уже говорили, какие самые распространенные заболевания могут передаваться от матери. Но папы тоже не без греха, и даже больше, чем некоторые думают. Первое. Папин сын. Только от папы зависит, какого пола будет ребенок. У женской яйцеклетки набор хромосом одинаковый Х, а вот сперматозоиды могут нести две различные половые хромосомы Х или У. Если при оплодотворении сложится комбинация ХХ, родится девочка, а если ХУ – мальчик. Однако какие факторы определяют, которые из хромосом окажутся успешнее, ученые до сих пор не до конца поняли. Есть мнение, что на это могут влиять диета, кровяное давление или уровень стресса. А есть другое, что распределение Х и У хромосом в сперме отца зависит от некоего пока не обнаруженного гена. Второе. Сердечное заболевание. Отцы передают детям повышенную вероятность развития ишемической болезни сердца и склонность к гиперхолестеринемии, то есть повышенному уровню холестерина в крови. А еще от отцов к детям зачастую передается повышенный уровень стресса. Но тут ученые пока не могут определить, соврожденная эта особенность или такая, которую ребенок впитывает с самого момента зачатия, ведь крик и раздражение они слышат и чувствуют, даже находясь в утробе матери. Третье. Фирменная улыбка. Если у папы есть проблемы ортодонтического характера, то и у ребенка они скорее всего будут. Скучность зубов, запавший подбородок, другие проблемы с прикусом, вот это все малышно следует от отца, как и форма и размеры зубов и челюсти. От мамы малышно следует склонность кариесу, и с этим мало что можно сделать. Можно только вовремя корректировать проблемы и следить за собственным здоровьем, особенно с женщинами во время беременности. Четвертое. И в кого такой вырос? Если вы грезите о карьере баскетболиста для будущего малыша, то в отцы нужно выбирать рослого мужчину. Согласно законам генетики, у высоких отцов, как правило, дети тоже наследуют эту особенность. Но и здесь ученые еще до конца не определились. Согласно одному из недавних исследований, есть более 700 различных генетических факторов, влияющих на рост ребенка. А есть еще такая примета, дети перерастают родителей, однако она не часто оправдывается. Пятое. Психические особенности. Расстройства психики ребенку могут передавать оба родителя, но некоторые диагнозы с большей степенью вероятности передаются от отца. Среди них шизофрения и синдром дефицита внимания и гиперактивности. От мам эти беды тоже можно унаследовать, как и биполярное расстройство, но реже. Причиной тому тот факт, что все свои яйцеклетки будущая женщина получает еще в животе у мамы, а у мужчин сперма вырабатывается всю жизнь, причем с возрастом ее качество ухудшается. Шестое. Какие глазки? Что касается цвета глаз, то мужские гены доминируют над женскими, поэтому высока вероятность появления на свет ребенка с такими же глазами, как у отца. Однако есть и все полые доминанта. Если у кого-то из родителей глаза карие, то и у ребенка будут карие. Но при этом бывают случаи, когда папин цвет глаз, хоть и более светлый, все же подавляет мамину кареглазость. В общем, генетику точной наукой никак не назовешь. Седьмое. Мужское бесплодие. Не очень хорошие новости в том, что касается невозможности зачать ребенка со стороны папы. Если мужчина страдает бесплодием, при этом пара смогла завести ребенка с помощью ЭКО, то у малыша, если родится мальчик, скорее всего, в будущем тоже будут проблемы с зачатием. Об этом говорят данные, полученные в результате обследования уже взрослых мужчин, рожденных при помощи ЭКО. Низкое качество спермы, к сожалению, наследует. Восьмое. Губки бантиком, кудряшки и ямочки. Теперь о хорошем. От папы малышу также передается форма губ. Если у папы губы полнее, чем у мамы, ребенок тоже будет пухлогубым. И наоборот. Симпатичные ямочки на щеках – это на самом деле лицевая деформация, но какая разница, ведь они выглядят так мило. И наследуются от папы. Так что не зря вы падали в обморок от улыбки своего возлюбленного. У вашего ребенка будет такая же. Кстати, ямку на подбородке ребенок тоже наследует от отца. А еще качество волос, кудрявость, пышность и густоту. Как и склонность к облысению. И совсем уж неожиданная особенность – чихательный рефлекс во время пребывания на солнце. Девятое. Умные папины дочки. Как бы не хотелось, чтобы сын был таким же умным и сообразительным, как его папа, это не получится передать в полной мере будущему ребенку. Природой так задумано, что интеллект отца передается дочерям, причем только наполовину. То есть, если мужчина хочет гениального ребенка, то в первую очередь ему нужно обратить внимание, какие умственные и интеллектуальные способности у будущего тестя отца возлюбленной. К счастью, сыновьям не достается не только отцовский интеллект, но и отцовская несообразительность или глупость. Поэтому фраза, сказанная сыну сгоряча «ты весь в отца» будет не совсем правдой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok